Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Так, в прошлом году число пришедших и вышедших юрлиц и ИП было примерно одинаковым. Программа Экономика. В Привятской торгово-промышленной палате появится объединение представителей розничной торговли. Более 70 предпринимателей готовы отстаивать свои интересы в диалоге с властью. Площадкой для этого диалога и участником его готова стать ВТПП. Необходимость в таком объединении стала очевидна после того, как бизнес во время закрытия из-за коронавируса коммуницировал между собой и узнавал о решениях власти в чате и в телеграме, который появился по инициативе ВТПП. Тогда же были отправлены первые письма к органам власти с предложениями от бизнес-сообщества. Как отмечает президент авиатской торгово-промышленной палаты Андрея Усенко, это был важный момент, который заставил правительство сменить парадигму взаимодействия и внутреннего отношения. Появилась группа, с которой надо работать и отвечать на вопросы. Мы были первыми, затем появились другие объединения. Конец цитаты. Проблем после возобновления работы у предпринимателей не стало меньше, и они хотят свое сообщество сохранить и формализовать. Экономика на 101 АФМ. Пенсионерка перевела мошеннику более миллиона рублей. Он убедил ее, что к ее карте пытаются совершить несанкционированный доступ, сообщает ОМВД. 66-летняя женщина поверила неизвестному, который позвонил ей и представился сотрудником службы безопасности банка. Она сама рассказала, картой какого банка пользуется, сообщила, что на счете имеет миллион триста тысяч. Ей предложили перевести деньги на некий безопасный счет. Женщина всю сумму перечислила на восемь номеров сотовых телефонов. Уголовное дело заведено по статье мошенничества, совершенное в особо крупном размере. Отмечу, что в последнее время это самая распространенная схема обмана. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 69,47 евро 78 рублей 6 копеек. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова